Для детворы наступило долгожданное время летних каникул. Увлекательно и весело, с пользой для души и тела проводят свой летний отдых учащиеся православной школы Фёдоровской иконы Божьей Матери города Иваново. Они ежегодно проходят практику в разведческом лагере при Преображенском кафедральном соборе. Если тебе повезло учиться в Ивановской православной школе Фёдоровской иконы Божьей Матери, но к тому же носить форму морского кадетского корпуса имени адмирала Невельского, то, вне всяких сомнений, путешествовать лучше всего водным путём – речным, озёрным, а если улыбнётся счастье, то и морским. Так считают ученики и педагоги этой уникальной школы. И поскольку ребят здесь обучают нелёгкому морскому делу серьёзно, то и летнюю практику проводят они на малой или большой воде. В лагере подростки увлечённые, без понуканий, постигают азы судовождения, вникают тонкости науки выживания в экстремальных ситуациях. Словом, занимаются настоящим мужским делом, которое закаляет тело, шлифует характер и прививает взрослеющей душе смелость говорить правду, сострадание и заботу о тех, кто в них нуждается. Что это за верёвка-то? Это подседушку. С перелезами, да? На днях в очередное путешествие по реке Лох, известной своим коварным нравом, отправились 13 кадетов и трое юных разведчиков из 50-го отдельного отряда при Преображенском кафедральном соборе. По доброй православной традиции перед путешествием совершили молебен в храме. И в имен Мефодий после краткого напутствия благословил плавающих и путешествующих дорогу под неусыпным руководством директора школы Алексея Алябьева и офицеров-педагогов. Пожелал им попутного ветра и благополучного возвращения. Прибыв на место первой стоянки, ребята на берегу реки с помощью взрослых собрали свои суда, погрузили в них провиант, палатки, удочки и средства защиты от слепни, клещей и комаров. Помолились и оттолкнулись от берега. Их ждут новые впечатления и испытания, но они знают, что трудности не стоит опасаться. Их преодоление закаляет тело и дух, учит честно и крепко дружить, быть благодарными своим родителям и наставникам и становиться настоящими мужчинами.